Здарова, друзья! Меня зовут Евгений, вы на канале Коршун Санкт-Петербурга. Сегодня в ролике я хочу затронуть тему качества продуктов в Питере. Действительно ли все можно покупать и главное верить тому, что написано на упаковке, что указывает производитель, является ли это истиной. Можем ли мы слепо доверять вот этому? Сам не знаю, ребята. Решил провести с вами эксперимент. Кто не в курсе, я где-то год назад отказался от сахара и сейчас, забегая в магазин, на работе, есть хочу что-нибудь в рот положить, умираю от голода, я практически 80% продуктов не могу покупать, потому что там везде сахара, там быстрые углеводы, мне коршун нельзя. И я как-то забежал, сейчас мы идем с вами в этот магазин, я вам покажу, в магазин хватанул пачку творога. Написано, что он из натуральных сливок. Открываю, начинаю есть, понимаю, что, ребят, ну по вкусу, вот мел, крахмал, я не знаю, там, кора дерева, но не творог. Вот серьезно, дал коллеге попробовать, она говорит, Жень, по-моему, нужно его выбросить. В общем, я это сделал, я его выбросил, а сегодня в ролике я хочу с вами сходить опять же в этот магазин, купить вот эту, вот эту упаковку творога, да, и проверить, что туда на самом деле положили, окей? Магазин 7 шагов, продуктовый магазин с достаточно бюджетными, доступными ценами. В общем, здесь я покупал свой творог. Цена реально доступная, мороженое стоит 11 рублей. Так, собственно, вот этот творог я покупал, славянские традиции, 5-процентный, из свежего молока, короче, дальше, без сухого молока, без добавления растительных жиров, плюс кальций. Короче, мы с вами еще проверим, цена за 350 грамм 120 рублей. Все, оплачиваю. Проверять я буду народными методами, заходим в аптеку, мне еще надо купить. Йод. Здравствуйте, Йод есть у вас? Да, можно одну баночку? 96 рублей он стоит. Господи, бедная родственница тут сидит и ждет своего хозяина, да? И вот еще котик сидит. Понятно, ребята, никакую лабораторию я этот творог не понесу. Мы с вами народными средствами будем его проверять. Сейчас идем домой, будем жарить, капать, там, я не знаю, вот все эксперименты, которые только я в интернете прочитал, будем с ним проводить и разбираться, что на самом деле положили в эту упаковку. Все, ребят, я дома. Давайте еще раз внимательно рассмотрим упаковку и прочитаем все, что здесь написано. Первое, то, что данный продукт изготовлен на моей родине, Республике Беларусь, да, город Минск. Здесь есть юридический адрес, это город за Славой, а есть произведено в городе Минске улица Солтеса 185. Честно, не знаю, где это находится, ну, в общем, из Беларусь и Творы. Срок годности месяц, это, конечно, не очень хорошо, хотя сейчас, ребят, практически невозможно купить молочку, чтобы там срок годности был, там, допустим, 2-3-5 дней, сейчас идти месяц, 3-полгода, да. Так, ладно, дальше смотрим на саму упаковочку, да, «Славянские традиции», творог из свежего молока 5-процентный и состав, нормализованное пастеризованное молоко с использованием бактериальной закваски, и приготовлено на чистых культурных молочных микроорганизмах. Ну что ж, Летро, попробуем. Нам понадобится ложка, тарелка, ножницы, сейчас будем с вами скрывать упаковку, да. Здесь, видите, вот такой специальный знак, по нему удобно резать, но никаких дальше зажимов нет, поэтому, скажем так, если вы вскрыли, то потом уже придется как-то, ну, в общем, по-другому немножко закрывать, потому что упаковка такая, она самооткрывающаяся. Кручу, поле не меня, не очень удобная. Ладно, смотрим, значит, творог очень сухой, прям, вот смотрите, то есть здесь нет ни капли влаги, это, конечно, с одной стороны неплохо, скажете, корж, ну, воды нет, одна масса, да, типа, за такие-то гроши. Но, когда его пробуешь, ну, сейчас, ребят, давайте попробуем, смотрите, вот он, видите, он сух-сух-сух. Сейчас я немножко его на тарелку высыплю, покажу вам, что он, здесь нет ни капли просто влаги, мне это не понравилось, все-таки, я считаю, что немножко сыворотки должны оставлять, здесь, смотрите, прям, видите, все, все, прям, сухой-сухой, вот. Я его пробовал уже, да, давайте еще раз, мало ли, мало ли он прям поменялся, да, в это время. Ощущение, что сюда что-то добавили. Но, опять же, может, из-за того, что я, как бы, знаете, сейчас не на работе, а дома, мне показалось он более вкусным, чем, чем я его покупал на работе, когда был. Но, может, из-за того, что его так спрессивали, и нет воды, вот, чувство, что здесь, кроме творога, есть еще что-то. Ну, вот, давай сейчас будем экспериментировать с вами. Впрочем, сначала мы с вами капнем немножечко йода, хорошо? Кстати, вот для таких неудобных упаковок у меня есть вот такой зажимчик, видите? Все, я сейчас вот так-то сделаю, чтобы в холодильнике не расцепался. Все, и вот так он у меня стоит. Так, отсыпал, так отсыпал, ваш коршун, ну а что? Сейчас будем пробовать. Купили мы с вами йод, вот он, да. Значит, смотрите, мы сейчас с вами будем капать, если цвет будет йода, то нормально все, да, ну такой, какого он такой, как янтарный. Есть, ну, в общем, такой цвет это может быть, вот, вот. Творог должен окраситься в такой цвет. Если цвет будет голубым, то значит, нахимичили наши ребята с вами. Самому уйдетно уделаться, да? Ну что? Копейки стоит этот йод. Воняет. Восходи, и сам еще уделался. Боже мой, так уж ими аптека тут дома. Слушайте, ну смотрите, смотрите, мела тут точно нету. О, смотрите. Не мела, мела, ребят, крахмала, крахмала. Все, крахмала нет, не удешевили. Ничего у нас еще с вами пару экспериментов. Ну, цвет вообще прям идеален. Не прикос... Не докопаться. Слушайте, с меня экспериментатор, конечно, я уже сам весь в йоде, да еще и кухню делал. Так, все. Прибитим воду, сейчас с вами будем делать второй шаг эксперимента. Вот эту часть мы, конечно, выбрасываем, ребят. Я понимаю, продукты, конечно, в унитаз сливать не очень хорошо, но что сделаешь? Что-то я реально многовато взял, можно было поканомнее быть, да? Второй этап эксперимента. Нам понадобится стакан, ложка и кипяток. Я всегда наливаю вот таким образом кипяток в стакан, чтобы он не треснул, то есть льду на ложку. Отлично. Кипятка, как видите, коршу не жалеть. Я вообще ничего не жалею. В плане вот этой штуки, йода, конечно, промонял всю квартиру, но я выбрасывать его не буду. Дело в том, что я хочу еще таким же образом проверить продукты, которые я привык покупать. Допустим, флоры президент, который явно не дешевый, либо вкуснотеево. Сейчас мы с вами будем проверять напаливаемое масло и трансжиры. Берем ложку творога, опускаем в кипяток и именно в кипяток и все перемешиваем. В идеале вода должна остаться кристально чистой и творог должна сесть. Сейчас мы, конечно, перемешаем. То есть, если будет пальма, то это все всплывет. Ну, что ж, ребята, пока такое ощущение, что таблетку растворили какую-то, прям вода белая, белая, белая. Ах, ребят, не взяться за стакан, горячий. секунду, секунду. Давайте мы дадим немножко постоять, да, чуть-чуть, буквально минутку. Слушайте, стакан горячий, не взяться. Сейчас попробую вот так сделать. Ау, ну, смотрите, да, то есть, ничего не всплыло и творог, вот он осел, видите, он на дне стакана, с ним все хорошо. Это говорит о том, что пальму тоже не положили. А мне не понравился продукт. Ну, это исключительно мое субъективное мнение, видимо. Я считаю, что они могли немножко больше сыворотки добавить. Ну, ничего, у нас с вами еще третий, третий эксперимент, да. Сейчас мы с вами будем его жарить в прямом смысле слова. Сковородка уже готова. На раскаленную сковороду и сковороду, у меня сковорода по-белорусски, мы кладем этот творог. не экономим. У нас эксперимент. Это все уплачено, как говорится, да. И начинаем его в прямом смысле жарить. Как будто вы сырники делаете, да. Вы сырники на масле делаются, а здесь просто. Ну, у меня индукционная плита, вообще я читал, что якобы можно даже жарить без масла, пробовал жарить яйца, мясо. Нет, получается сухо, мне не нравится. Ну, смотрите. О, запах, запах вкусный. Прям аж захотелось запеканочки. По идее, он так и должен выделять воду. Смотрите, она есть, она испаряется, да. Причем активно. Смотрите, сейчас камера запотеет. давайте от моего блогерского инструмента подальше отходи. Если он начнет тянуться, ребят, ну смотрите, он тянется, он получился как сыр. По идее, он не должен быть таким. Смотрите, он прям, сейчас еще двушку. Так как я такой эксперимент провожу впервые, мне сложно сказать, так должно быть или нет. Но, как я читал в описании, он должен просто, знаете, сжариться и скукожиться. А здесь, смотрите, он тянется, вот он, вот как будто сыр делают. Как будто сыр расплавили. Видите, он тянется, а должен просто в комочке и скукожиться. Это говорит о том, что все-таки пальму добавили. Вот. Так, сейчас мы пожарим будет, сейчас соседка прибежит, скажет, кошмин, что тут спарил. В общем, так, давайте мы поступим следующим образом. так как я такими махинациями занимаюсь впервые. Вот, видите, он полностью плавится. Все, он превратился в какую-то пастообразную массу. мы в ближайшее время с вами проделаем такой же эксперимент с творогом вкусвилл и с творогом президент. Дорогие продукты премиум-класса, посмотрим, что они покажут на этом эксперименте. Но, по мне, третий этап проверки данный продукт не прошел. Ребят, честно, я разочаровался. Мы так удачно прошли с вами первые два испытания и второе вот это реально какая-то тягучая вот такая, знаете, сырная масса, да, это не творог. Вот так. Ладненько. Ребят, мне не понравился. По вкусу вот, ну, не мое, не мое. Президент вкуснее, вот честно. Я понимаю, что дороже, ребят, дороже. Но, я когда захожу в магазин в целом, да, я, вы знаете, что я отказался от сахара. 80% продуктов вообще не могу покупать в магазине. И, когда захожу в магазин, вот на ходовые продукты, которые я употребляю каждый день, я не смотрю на цены. То есть, вкусно я покупаю, работу для того, чтобы иметь возможность купить, да, рыбу красную, естественно, игру я не ем каждый день, потому что дороговато, но, что касается молочных продуктов, вот то, что там, не знаю, мяско, какого вкусненького, да, там, фруктики, ну, в общем, все, все, что мы с вами любим. Колбаса нельзя, колбаса ноу, не верю, колбаса нельзя, вредно. И, я не смотрю на цены, поэтому я просто забежал в магазин, потому что он был рядом с работой и взял, как бы, продукт, с другого не был. И он мне не понравился. Вот так. Ой, такой эксперимент с вами провели, да, буду, прям жду с нетерпением, что вы думаете по поводу третьего пункта. Пожалуйста, напишите, умоляю, напишите в комментариях, не стесняйтесь. И через пару дней на канале встретимся. Не в следующем видео, но я вам обещаю, что я такой же эксперимент проведу с премиум-класса продуктами, посмотрим, как они будут реагировать. И еще важный момент, если в Петербург соберетесь, я сам из Питера, ребята, я в Питере живу, да, самый красивый город на земле. У нас сейчас белые ночи, да, и не знаете, где остановиться, напишите мне мой контакт внизу, мой, мой WhatsApp, мой Telegram, я вам отвечаю, помогу снять жилье напрямую от собственника. Рядом с Финским заливом, с башней Лахта, да, рядом с метро, вот в таком классном районе, где бы я очень хотел жить, но там настолько дорого, что мне даже денег нет. Убить там себе квартиру. В общем, пишите, помогу снять жилье, хорошо, напрямую от собственника. Через пару дней жду на канале, давайте, ребята, все, пока-пока, пока, позитивчиком в вашей жизни. Пока-пока, пока.